А вот тут небольшой подарок такой, сервис и тортик. Гостей именинница встречает дома. За праздничным столом, родные и близкие друзья, вот и первое знакомство с главой Хостинского района. Тимофей Трепильченко сразу понравился юбиляша. Она с воодушевлением рассказала ему о своем нелегком, но очень интересном жизненном пути. Родилась Анна Михайловна Войтенко в 1915 году. Уроженка губанской станицы Выселки всю свою жизнь посвятила детям. Не только своим родным, двум дочерям и двум сыновьям, но и десяткам других. 42 года она проработала учителем начальных классов. Сначала Анна Михайловна преподавала в станичной школе, директором которой был ее муж Николай Федорин. После того, как он ушел на фронт, где и погиб, с детьми уехала по распределению в Сочи. На курорте она год работала в 12-й школе, а до 82-го года учила воспитанников нынче 15-й гимназии. А секрет в том, что Анна Михайловна была неравнодушна каждому ребенку. На всех у нее хватало терпения и внимания. При этом не забывала и о родных детях. Детей, внуков, воспитали много поколений воспитанников сочинских. Вы сами как считаете, вы счастливый человек? Я счастливая, потому что я пользовалась великой любовью детей и родителей. И всюду, откуда я уезжала, со слезами никто не могла. Со слезами. Надо с улыбкой отовсюду уезжать. Анна Михайловна награждена медалями за трудовую доблесть, благодарственными письмами, почетными грамотами и является отличником народного образования. Участвовала в художественной самодеятельности. И, как отмечают ее дети, всегда была оптимистом и прививала это качество окружающим. Она много очень читает, много знает, много советует. Она прекрасный человек. Мы очень гордимся и желаем, чтобы она еще была долго-долго с нами. Потому что, когда мама жива, мы себя чувствуем детьми. У меня уже 72 года, я не чувствую этого возраста. У Анны Михайловны уже четверо внуков и пятеро правнуков. Забота родных, жизнерадостность и дружелюбие позволяют ей уже сто лет быть счастливой. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Субтитры создавал DimaTorzok